Есть рукописная история, которая будет в школьных учебниках, где-то в книгах, в художниках, все-таки они пишут параллельную историю, и все-таки переписать можно все, что угодно, а болотно уже никак не исправишь. Так что я думаю, что это настоящая история. Еще вот хочется кого-нибудь из художников, кто здесь присутствует, из авторов. Мне очень хочется задать вопрос, который меня выучит. Сурен, можно вас? Нет, мы слышали, вы там говорите, мы решили, что нам все выделили. Давайте, да. Потому что на самом деле это очень интересно. Ну понятно, что когда, допустим, там какой-нибудь специально ангажированный художник, которому там за это платят, да, ну понятно, почему он рисует вот вождей. Или там понятно, когда художник рисует так, что в надежде там купят на заводе, значит, куда-нибудь повесят к начальнику. Мне интересно, что заставляет художника рисовать вождя страны? От души. От души. Причем еще рисовать в таком виде, что однозначно не то, что не купят, а то еще и не поддают по шее. Ой, за его путем точно нам поддают. Что он книжен мастером в этом случае? Ну я могу сказать, что это у меня. Естественно, да. Я случайно в книге французская живопись раннего возрождения увидел портрет кардинала. Посмотрел на Путин сто процентов. Вот он там и сидел. Ну думаю, давай попробую, и вот сделал. А потом оказалось, что уже будет выставка, то есть ничего такого особенного специального не было. Я совершенно аполитичный человек, не интересуюсь политикой. А вот эту картину, которую мы вместе с Владиславом придумали, он мне предложил какой-то там набор тем, какие он бы хотел здесь видеть. А я бы его зареализовал. Вот так у нас с ним состоялось совместный творческий процесс. Он придумал, я сделаю. А вообще я очень равнодушен к ним как личности. И история покажет, что там, чего там.